Здравствуйте, этот очередной ролик мы посвятим так называемой русской общине Сиднея и Австралии. Я вижу кислые лица вокруг, но одно кислое и кислое. Паша, честно сказать, я когда сюда приехал, меня обманывали все, кому не попали. Или пытались обмануть. Быстро перешли от обманывали к пытались обмануть. Это компания, которая меня сюда привезла. Ты знаешь ее. Это большое количество миграционных агентов, из которых 75% уже не агенты. Обломали они в основном зубы, но все-таки. Это русская православная церковь, которая типа, Господь поможет. Простой пример. У меня был доступ этого отца, по матери бы его послать, конечно. Его уже здесь нет, он уехал обратно в свой Мазлэнд. Но, короче говоря, у меня был доступ, возможность брать бесплатно сахар, муку, дрожжи. Ну как бесплатно, я за это расплачивался работой, много чем другим. Чем конкретно? Ну, хорошо, самогоном. Который тоже доставал, но опять-таки в обмен на сахар и на дрожжи и так далее. Короче, натуральный обмен. Но это тратилось время. Я ездил на рынок Флемингтон. Там тоже связи были не в субботнии Флемингтона, а в будние дни. Вторник, среда. И мне там иногда отряжали по 300 килограмм яблок, патиссон. Тоже бесплатно. Но на это тратил много времени. Так вот, однажды, то есть мне даже, я не знаю, нам спасибо, по-моему, не говорили, но однажды мне даже не открыли дверь. Я видел, что там сидит этот так называемый отец, сидит так называемая паства. Один из этих паствующихся, он и сейчас является работодателем нашим. Вот он, я не знаю, наверное, грехи туда ходил замаливать, потому что по 45 дней не отдавал, по закону 45 дней он может не отдавать. Вот он 45 дней не отдавал людям зарплату, студентам, нашим, моим друзьям. И дальнейшие, скажем так, все наши телодвижения с этими представителями русской общины, так называемой в кавычке русской, привели меня к очень строгой конфронтации с этими людьми. Гораздо больше, чем она есть у вас, у тебя вообще нету Олег, у тебя, вот, гораздо больше, чем у кого-либо из вас. И вот это вот, наверное, и хорошая тема, наверное, сегодня поговорить, потому что многие спрашивают следующие вопросы. Как живет русская община, многонациональная, многолитка и так далее, Сиднее, Австралия, как она вам помогает и многое что-то. Ну что, начнем по порядку отвечать на эти вопросы? Если ты хочешь огласить весь список. Ну, давай поговорим по порядку. Что такое называемая русская коммитисия? Русская коммитисия. Это то, что нужно всеми способами избегать. Есть такая замечательная поговорка, русский язык не повод для знакомства. Согласен. Вот, так ее можно еще будет углубить, эту поговорку. И русский язык это еще не повод доверять человеку, с которым мы общаемся. Я бы сказал, даже может быть наоборот. Но, Павел, я считаю, что мы формируем что-то другое. Потому что у нас общие цели. Мы в одной лодке, я даже в этой же лодке был, а тоже был международный студент и через все это дерьмо прошел. Окей? А те люди, которые сюда приехали, ты прекрасно знаешь, что они не пошевелили, особенно пальцем. Они наврали сюда, приезжая. И первое, и первое. Беженцы. Беженцы. Протекшн визы. Еще хумат. Они сейчас живут в хаузинг коммиссион. Некоторые при этом имеют миллионы. И цепи золотые. И вот в палец. И мед недвижимости. Бизнесы. Мы знаем. Но не надо экстраполировать. Если у кого-то будет на тех ребят, которые сюда приехали по независимой эмиграции, и студенты, которые тоже по независимой… Студенческая эмиграция по стопам Рамзеса – это не совсем… это другой случай. Вопрос задан именно в этом самом русском комьюнити. Я так думаю, что нужно для начала определить… Эти бандайские оружия, я вот именно не говорю, что это то, чего нужно избегать. Да, да. То есть если носатый, ушатый говорит по-русски, то ни хрена не значит, что он друг, товарищ, брат Ислан. Ну, как тебе сказать… To the certain extent, yes. Я соглашусь с большинством. Я могу тебе сказать, что и среди неносатых есть дерьмо еще большее, и среди неносатых есть очень даже приличные и хорошие люди, но пропорции, может быть, я соглашусь. Но это… вот смотри, смотри, простейший пример. У меня приезжали сюда трое ребят из Израиля. Да, трое. Отличные люди. Просто отличные люди. Сейчас едут еще пять человек. Это тоже прекрасные ребята, профессионалы. Они едут по студенческой визе. Проблема даже не в том, носатые они, может быть, или нет. Проблема в том, что, приехав изначально, мы берем тот срез представителей, если хочешь, этого народа, который приехал сюда благодаря ловкачеству. Да, то есть… Это просто… Это лжецы, лже-беженцы, воры, бандиты… Это когда было… Правильно. Правильно. Просто сюда приехать и раз без способа сюда ищемились. То есть большинство русских попало… Русскоязычных, извините. Русскоязычных, извините. Попало именно так. Да, русскоговорящих. Хорошо. Я уже… То есть это недостойные люди, не стоит… Паша, я уже говорил. Люди, конечно, потом… Поколение после поколения, они, конечно, меняются, но… Смотри. Приехали люди… Первая эмиграция, китайская, так называемая, да, Харбинская. Она приехала не из Китая, она приехала из Маньчжурии. Они, многие, сотрудничали с японскими оккупантами. То, что Мао их не перевешал, не перестрелял, это еще большое счастье. Из уважения к русскому народу, которое глубоко сидит в китайцах, он просто их безр… Потому что не все, конечно, сотрудничали с японцами, но, может быть, половина. Вот, он им позволил. Но это было только качество. Люди приехали сюда не за собственные деньги. Они приехали сюда, сохранив все. И в отличие от меня и от вас. Они особенно пальцем не пошевелили. Хочу сразу вставить свое мнение об этих людях. Я по службе общаюсь с многими Харбинцами, так называемыми. Они реально считают себя русскими первого сорта. То есть, мы вот хорошие русские. Наши предки, точнее, еще тогда. А вот вы все, кто приезжает после советской оккупации, после перестройки… Какой человек раньше был? Говорили, что у него чай и остыл. Второго сорта. Ну, смотри, еще раз повторяю. Те люди, которые попали в Харбин, в основной своей массе приехали на строительство китайской военной железной дороги, КВЖД. Еще во времена царизма. Царь, как известно, последний Николай II, или скажем так… Царь Тряпка. Есть царь Колокол, царь Пушка и царь Тряпка. Царь Дерьмо, да. Которого русская православная церковь вдруг почему-то вместе со своей семьей сделала святым. А они за то, что боги их любят. Да. За то, что, наверное, он проиграл все войны, революции и в итоге… И все просрал. Да. И народ вверг, в общем-то, в кровавую баню. Так вот, эти люди просто надо почитать, кто ехал, почему ехал, от чего ехал. Тогда вот слово «русский» перестанет поганиться. Это раз. Во-вторых, люди попадали туда. Посмотри вообще состав Харбинской эмиграции, и ты поймешь очень много. Много. И китайская вообще эмиграция, не только Харбинская. И ты увидишь, что, например, достаточно скандально известный товарищ Рене Ривкин, тоже «русский», в кавычках. Жулик которого, так сказать, и австралийское правосудие держало за разные места. Вот. Он тоже приехал из этой эмиграции. Поэтому этим людям, которым все досталось почти что на блюдечке, которые умудрялись жить при режиме оккупационном, о котором, знаешь, Гитлер, это еще по отношению к любому народу, еще семечки, так как японцы относились к китайцам. При этом наши, так называемые русские, не считались зазорным очень сотрудничать, ходить на банкеты и получать все привилегии от японского правительства. Вот это правда, от которой никуда этим людям не деться. И надо жить и не говорить, что они самые крутые русские. Вторая волна. К русским не относятся по причине того, что в визах у них была написана другая национальность. Понимаешь? Поэтому обижаться на то, что они тебя, Паша, не любят, не надо. Они изначально, на мой взгляд, заврались до такой степени, что уже поверили, что такие, как ты, Паша, их притесняют. И такие, как ты, Олег, и такие, как я, и так далее. Да, они сами сидят у наших, тоже в кавычках, русских докторов и вполне серьезно говорят, что в Советском Союзе их притесняли по национальному признаку, в нынешней России их притесняют по национальному признаку. Они, Паша, тебя считают человеком второго сорта. Поэтому, если ты взаимно считаешь точно так же в их отношении, то ничего тут зазорного нету. Мы квиты. Да, мы квиты. Но есть проблема, с которой я столкнулся. Среди них есть представители очень неплохие. Один из моих самых близких друзей, его родители и он, вместе с ним, приехали как раз по этой визе. Процессу. На нему скажешь, что все они прямо дерьмо. Это проблема поколения. Ты знаешь, здесь частично следующее поколение изменилось. Почему? Потому что частично. Понятно, что оно изменилось. С другой стороны, не надо думать, что оно сильно. И, во-первых, яблонь от яблоньки недалеко падает. Во-вторых, умение в кавычках вести дело по, опять-таки, в кавычках по-русски, хотя это не русский способ ведения. Я уже еще раз повторяю. Русский способ ведения бизнеса, он хорошо был заметен Савва Морозов, Савва Мамонтов. Вот эти вот люди. Это честный способ. Этот Елисеев купец был. Это честный. Это когда клиент был всегда прав. Это по-русски, кстати. Когда никогда не давали плохого товара. И когда человек, который строил мост, допустим, стоял под этим мостом. Вот так делали русские инженеры. Понимаешь? И русский человек, он не очень хорош в коммерции. Но если он все-таки ее делает, он ее делает так, как делаю я. Понимаешь? То есть надо все делать путем. Надо делать порядочно, этично. И таких примеров достаточно много. Эти же люди, понимаешь, посмотри, как они представляют свою жизнь. И как они представляют жизнь нашей общины. Посмотри, как они выставляют себя. Они защищают интересы вновь приезжающих? Нет. Они защищают интересы наши с точки зрения? Нет. Они, когда, допустим, русские клубы. Русские клубы не принадлежат нам. Русские клубы принадлежат им. И они на этом делают бизнес. Австралийское правительство, оно изначально предполагало, что клубы будут создаваться для того, чтобы люди не скучали, не грустили, любили эту страну. Не русские, а вообще все народы, вот эти, это и есть основа многокультурности, multiculturalism. Он превратился в то, что мы создаем какие-то гетто. И это не только так называемые русские. Посмотри, что происходит, допустим, с клубами и религиозными, и национальными организациями. Допустим, ливанские, арабские вообще. Банда – это, наверное, нехорошо. Но тогда как отнестись к тому, что у нас целая школа субсидируется. Огромный колледж имени короля Фейсала субсидируется в Саудовской Аравии. Позвольте, это граждане, молодые граждане нашей страны, которые учат непонятно что на деньги, непонятно кого. Это вообще не демократический лидер. Это страна, где там отсекают голову и отнюдь даже не только преступников. Это страна, которая субсидировала террористов в России. Это Саудовская Аравия. Кстати, родина этого, Берлана. Понятное дело, это навязывание своих традиций, своих взглядов на мир при помощи денег. В моей стране ни король Фейсал, ни Бандай, ни Индия, ни Непал, ни казаки – никто не будет насаждать своих правил. Это Австралия – многокультурная страна. И все, кому хочется показачить, должны ехать в Россию. Все, кому хочется посмотреть пустыню Нигеев, пускай туда едут, положат австралийский паспорт и больше никогда сюда не приезжают. Кому хочется повоевать в Боснии на стороне хорватов, мусульман или сербов – добро пожаловать, самолет положил паспорт и больше никогда сюда не приезжать. Никаких религиозных, национальных и прочих школ здесь не должно быть. Это может быть крайняя точка зрения, но я считаю, что я прав, потому что когда-нибудь, у нас сейчас очень все хорошо, что Австралия безопасна и так далее. Но когда у нас станут проблемы, вдруг кто-то вспомнит, что он мусульманин, кто-то араб, кто-то еврей, кто-то индус. Да, и ты закладываешь пятые колонны. Так вот Бандайт, с моей точки зрения, является пятой колонной, и ты знаешь кого. Но точно такой же пятой колонной являются непальские клубы, точно такой же колонной являются пакистанские клубы. Все эти школы, фабсидируемые королем Фейсалом, они тоже пятые колонны. Поэтому я говорю, я алибарист. Но с этой точки зрения, ты помнишь, такая есть партия One Nation была? Она и есть. Она сейчас разрождается. Так вот, до нее была гораздо лучшая партия, которую Полин Хансен, в принципе, раздавила своей активностью. Была Australia First. Вот эта партия должна прийти сейчас на правый фланг, не One Nation, а Australia First. Потому что ты должен вначале думать об этой стране. Ты должен делать национализм австралийский. Без разницы, ты обрезанный, не обрезанный, ты черный, белый, синий, желтый. Без разницы, у тебя есть австралийский национализм. Этот национализм, это стремление, когда два человека равного цвета кожи объединяются, говорят, Australia First, и не дай Бог, кто-то сюда сунется со своими порядками в том числе. В мягкой степени я видел, допустим, регби-клубы, кстати, очень интересные. Регби – это чифто англосаксонская, ирландская, может быть, кельта-англосаксонская. Ну, Южная Африка играет, но это как бы плоть от плоти. Так вот, в клубах местных, когда, допустим, в парамате, регби-юнион, когда были индийцы, ливанцы и так далее, они очень быстро проникались этой идеей. То есть это командный стиль, все за одного, там и так далее. Но почему-то я сейчас смотрю, вот эти местные клубы спортивные, они разрушаются. Я очень жалею, я не сторонник регби вообще. Я предпочитаю австралийский футбол или, может быть, обычный футбол, да, сокер. Но вот об австраливании, и вот русскому человеку, кстати, свойственно растворение, русскому ассимиляция. То есть я знаю настоящих русских, не вот это вот, которые кичат со собой какие-то там казаки и эти китайцы или бандай, вот. А именно настоящие русские, они тихо приезжали, занимали хорошие позиции, то есть работу хорошую, и растворяли. Второе, третье поколение уже не говорят по-русски. Все. Это австралийцы, которые будут воевать за эту страну, которые будут верны этой стране. Никогда не будет пятой колонны какой-нибудь там России, Израиля или там Арабских Эмиратов. Это люди, которые преданы этой стране. Вот это в social inclusion очень активно и должно происходить. Но мы, конечно, ушли от темы. Что касается нашей этой комьюнити, я, или нашей в кавычках, я очень unhappy with them. Они не помогают. Посмотри, даже вот эти все арабы, турки, они быстро помогают друг другу. Чехи, поляки, да. Они друг друга берут на работу. Да. Наши же берут на работу, но стремятся обмануть. Обмануть, да. Да. Заклатить меньше. Ну, в большинстве своем. Да, да, согласен. Но, Паша, то, что было 13 лет, просто ужасно. Ты сейчас идешь, знаешь, и ВСГАРС платит по 20 долларов, да? Кто платит? Ну, этот. Охранный предприятие, да? Они сейчас больше стройкой занимаются. Так, слушай, классно 20. А нам они платили по 12 долларов, before taxation. Немного что изменилось. То есть, в принципе… Ну, надо и курс был дровой. Ну, не надо. Ну, что? Тогда был доллар, 12, 20. Доллар, 12 рублей. А что? Тогда был доллар, 12 рублей. 12 на 12, 144 рубля. Да, покупательная способность. А мы… Хорошо, минуточку. А мы сейчас получаем в рублях 20 умножить на 30. Я сам себя поймал. Недавно на форуме тут написал «Ночь в хостеле стоит 750 рублей». Вот знаешь, я полчаса сидел и пытался понять, сколько это 750 рублей. 200 долларов где-то, да? Вот скажи, пожалуйста, такая вот форум для тех, кто собирается ехать в Австралию. Это форум, где все идут расчеты на доллары. Появляется такая… Пост… Вот «Ночь в хостеле» 750 рублей. Я такой, что пик поставил. Это смех просто вызывает. Ну, смотри, часть людей, которые едут сюда, они еще не перестроились. Поэтому они думают, они еще там. Понимаешь? Или они только что приехали, они все еще… Понимаешь? Для человека иногда удобнее и комфортнее все еще продолжать мыслить в рамках русских рублей. Далее, не забывай, есть люди, которые приехали сюда на 16 недель, на 4 месяца. Он не хочет забивать себе голову. Он получил свой английский, подточил его, то есть, ну, то, что он хотел. И он уезжает. Ну, ты у нас пример. Вот кто-то из девчонок сейчас вот приезжал на 16 недель. Настя, которая училась то ли в Ability, то ли еще там, она поедет домой? Вот фотографии делали вместе с нами? Не-не-нет. Какая еще? Нет, это Настя, она была на туристическом виде. Из наших студентов кто-то приезжал на 16 недель и сейчас уезжает. По другой клюевой она уехала уже? Ну, да. Все. То есть, эти люди, им не надо, они то, что надо получили, они отучились и уехали. Поэтому, но их вот этот вопрос особенно не интересует, если честно, там, отношения русских, русской общины и так далее. Для них это все лубочно, она приехала сюда, она, естественно, не работала, она, естественно, в нормальной австралийской жизни не жила, и поэтому она как-то не сталкивалась. Она не сталкивалась. А коммодейшн мы нашли не через эту русскую общину, мы нашли через... Свои же студенты друг другу нашли. Большинство наших студентов друг другу помогают в плане работы, поиска работы, в плане проживания. Он до тех пор, пока звезду не словит. А когда звезду человек словит, он уже уходит. Ты понимаешь, Паш, вот смотри, я тебе объясню... Немного теперь о русскости. Когда человек словит, когда русскоговорящий человек ловит звезду, что с ним происходит? Он начинает таки кахтавить. Так и да! Нет, минуточку. Минуточку. Давайте вам объясню, что с моей точки зрения меня напрягает больше всего. Это очень было видно, когда мы приехали и оставались. Забудь об Андае, это... Ладно, там все ясно. Теперь смотри, мы. Или такие, как мы. Приезжаем. Есть картинка. Видел? Две свиньи в грязи смотрят на третью, которая прыгает с цветочками и говорит изменница. Да, да. Или изменник или предатель. 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 Предатель Родина. Вот смотри. Приезжаю я, ничего не знаю. Мало что. Общаюсь с такими же, как я, приехавшими сюда. Охранники, клинеры и так далее. Они говорят, Саша. Я говорю, слушай, я тут инженер. Как бы мне подучиться и пойти, пойти, пойти. То, что мы заканчиваем ради эмиграции, это одно. Ну, как-то ты эмигра... Ну, как бы, ну, хочешь, как инженер продвинуться. Да. Ну, или менеджер, то как, бухгалтер. Они говорят, стоп, стоп, ты что? Что ты говоришь? Что психологически, ты знаешь, что за этим стоит, Олег? А это, чтобы у него места не забрали? Да нет. Он работает охранником, этих мест полно. Не стал выше его. Ага, это первое. Да. Это первое. А не стал выше его. Какой смысл? Чего он боится? Показать себя неудачником. Ага. Вот это самое главное. Не зависть, а показать себя неудачником. Знаешь, какое количество людей я здесь говорил? Да здесь русских не любят. Здесь дальше дворника никогда не продвинешься. Почему русских не любят, мы уже поняли, да? Каких именно русских не любят? Конечно, когда ты воруешь, то тебя будут любить. Вот. Но, но. Даже не пытаясь никуда не подвинять. У меня есть очень много друзей, которые инженеры-электрики, инженеры-механики, электронщики, летчики, летавшие на международных авиалиниях и так далее, там 154-ми. И вот они мне все говорили, Саша, инженер, да ты с трудом найдешь работу за 50 тысяч. Я говорю, постойте, тут же у нас же это написано там, ну вот, sig.com.eu. Что ты им веришь? Что-то там написано, господи, да ты… Роковая фраза, пойди. Теперь мы пошли? Хорошо. Я нашел работу благодаря, скажем там, связи. Хорошо. А Юра приехал, да? Юра приехал. Он дорабатывает гораздо больше 50. Который Юра? Ну, Юра… Юри Кей. Нет. А, Юри Кей. Ага. А что ты только себе купил? Вот. Правильно? Ну да. Вот они, понимаешь, люди не хотят, чтобы ты стал лучше их, потому что им тогда будет. А я, получается, ничтожество. Никто не думает о тебе, что ты ничтожество. Понятно, что у тебя жена говорит, когда ты лезешь. Почему? Она таким же своим клюшком говорит, что у нас все хорошо. Не дай бог ты пойдешь учиться. Вместо того, чтобы у тебя был доход 50-70 тысяч, у тебя расходы будут, доход резко уменьшится. Ну, ты будешь, конечно, работать и все. Да. Она этого не хочет. Она хочет маму привезти, она хочет брата идиота привезти. То есть, ну, я не хочу наличности… Да, понятно. Но доход не падал даже временно. Понятно. И вообще, как я буду… Я такая крутая, а он… И вдруг он, а я… Вот. И такие есть. И очень много таких аспектов. То есть, даже внутри семьи люди начинают друг друга давить и завидовать друг другу. Понимаешь? А потом при случае начинают говорить. У тебя же была возможность, почему ты не пошел, не отучился. Или так. Я бы на твоем месте… Да. А еще более того. Я из-за тебя, чтобы твоих детей воспитывать. Я… И такое случается. Мы не говорим о всех. Я говорю, просто какие-то конкретные случаи, которые случились в моей практике. Мы говорим о своей элементарной русской психологии. Ну… Русской… И русской… Нет, и русской сейчас, и русской… Давай так, Паша. Если мы говорим про наш этнический русский народ. И вот так уже разложили, что между русскими и русскими в кавычках… Мы просто не умеем обманывать пока. Еще сильно не научились. Когда научимся, уже разницы не будет, в кавычках или нет. Русский народ разложили. Понимаешь? Очень сильно разложили. Уже… Ты понимаешь, раньше в деревнях, в России, вообще не замыкали дома. Вешали там замок, ну не замок, что-то такое, чтобы показать, что в доме никого нет. Все. Ты сейчас что, в русской деревне, где только русские, повесишь такой замок? Сейчас. Понимаешь? Средства массовой информации, народ разложили, морали нету, идеалов нету. Какие могут быть идеалы в России современной? В Советском Союзе был кодекс строителя коммунизма. Какой сейчас кодекс есть? Стуканина соседа. У папа, которого 60 тысяч евро там бригет или какие там у него часы? Это что ли? Бригет. Ну он уже умер. Ну другой там какой-то. Который… Папе Римскому не снилось стоимость тех автомобилей, на которых патриархи и митрополиты ездили. Кстати, новый папа аж отказался от этих мимузинов, ты знаешь, да? От мимузинов, от этого папа мобиля отказался. Ну, очередной иконоборец. Но это бизнес и все равно… Значит, следующий папа будет дожревший кот. Я котов обожаю, но это такая расхожая. Да, и постарается поехать на велосипеднику. Да, да. Потому что в машину… Привет, Бараку Ибрагимовичу. Ай, я уверен. Потому что в машину он уже не влезет. Вот следующий русский патриарх. Ну… Нет, я не про русский, я про папу римский. Да, и папа римский. Хоть римский, хоть московский. Какая разница? Пахан он и есть пахан. Папа в Риме – папа. В Залезке, в Загорске где-то. Ладно, давайте к нашим баранам, а именно к русской общине. К русскоговорящим. К русскоговорящим. К русскоговорящим баранам давайте. Смотри, Паша, давай так. Во-первых, насчет конфликта на некоторого, которого никто не увидел, потому что наш друг стер это сообщение. Смотри, нельзя вообще… В сердцах я понимаю, никто на тебя не обиделся, но вообще даже я не позволяю себя… Я, который 13 лет терпел все это дерьмо и знаю его очень хорошо, не понаслышке. Ты ничего не знаешь о русском клубе «Стратсфилда», ты ничего не знаешь о русском клубе «Литкомба», об этих людях, ты ничего не знаешь о четырех-пяти церквях, ты не знаешь… Я на гима этом не буду. Правильно. Я об этом хорошо знаю. И кипит мой разум возмущенный гораздо больше, чем у тебя. Но ставить на форумы это, во-первых, не стоит, потому что это отпугнет людей, которые… Ты знаешь, я знаю очень много плохого именно о людях моих, русских. Но если кто-то не русский начнет охаивать каждого русского, мне захочется испортить ему физиономию или, по крайней мере, описать ему в таком же самом духе. Понимаешь, это не проблема Австралии, это проблема русского народа. Я тебе так скажу. Почему с нами так поступает? Потому что мы позволяем себе к нам вот так относиться. Ты видишь эту сторону? Ты не видишь, что было до Юрия Владимировича Андропова в Советском Союзе? Когда каждый, извини меня, недавно слезший из дерева, мог изнасиловать русскую девушку, советскую девушку. Мог тебе нахамить, мог дать тебе в пятак, понимаешь? И ничего ты не мог сделать. У нас же дружба народов. У нас же университет Патриса Лумумбы, который господин Навальный, богоборец, блин, доканчивал, понимаешь? Потому что все было блатата. Однажды пришел Юрий Владимирович Андропов. Человек, кстати, еврей. Это был, наверное, лучший лидер Советского Союза за все время. Ну, может быть, после Сталина. И он сказал, перед законом советским все равны. И это было сказано в открытую и закрытую во всех отделениях милиции. Первое, что случилось после этого, мы знали об этом. То, что у нас в общежитии был милиционер. Он постоянно там жил. Ну, порядок там и так далее. И он сказал, дали нам указания. Теперь, говорит, все. Если, говорит, ребята, беспредел. Какие-то там творят товарищи с Африки. Кстати, арабы никогда не творили беспредел. А вот с Африки, да, было такое. И единственное, кто их охлаждал, наши кубинцы. Вот кубинцы за русских тыквами били. Вот тоже же иностранные студенты. Но кубинцы не всегда были под рукой. И теперь смотри. Один из товарищей из какой-нибудь там Нигерии. На метро Юго-Западной. Таксист его привез. Зимой. И он начал факов говорить таксисту. Таксист говорит, слушай, а где деньги? Иди отсюда туда. Начал ругать его очень сильно. И тут вышел милиционер. Наш вот этот. Шум всего, милиционер выходит. Спрашивает, в чем дело? Гражданин там, граждане. Он говорит, он мне не дает деньги. И тут на это, на милиционера что-то сказал и замахнулся. И только видели, пятки взлетели. И ушел весь в сугрупп. Тогда милиционеры были не только с пузом. Но тогда были ребята нормальные. Мы все аплодировали из окон. Вот два крыла смотрел, а мы ржали. И ты знаешь, этот товарищ, чьи ботинки торчали из снега. Потом он вылез из цвета таких же ботинок. Он очень сразу начал дрожать. Он начал извиняться. Он заплатил тут же деньги. И все. Чтобы тебя уважали, ты прежде всего должен уважать себя. И ты должен иметь власть. И власть, которая от тебя. И которая понимает, что от тебя она зависит. Это бред, что российская власть не зависит от народа. Если бы народ был порешительней, то тот же самый Владимир Владимирович бы просто собрал бы, как в Сталин в свое время. Собрал бы этих товарищей. Нагнул бы их в позу пятую точку. И эту пятую точку бы отымел. Понимаешь? И все. Потому что ему выгоднее, не деньги. Власть Путину нужна. Власть любому президенту нужна. А деньги это пятое дело. Что он ест их? Нет. Человеку нужно уважение и власть. Сталин знал, что он мог надеяться на народ, что и НКВД, и народ в конце концов его поддержит. Царя-батюшку. Никакой уверенности нету, что русский народ поддержит даже царя-батюшку. Потому что его уже разложили. Все. Его нету. Понимаешь? И поэтому вот смотри. У нас. До нас уже большинство. Что мы киваем на Бандай. Если у нас здесь уже сотни, тысячи студентов. Все эти товарищи доходяги из Ватерлоу, из Репферна, из этих Хаузинг комиссион, Марубра, Бандай. Да они ничего не значат. Они что, имеют представительство свое в парламенте? Да кто они такие? Они только воровать умеют там. Они только максимум, что смогли, это организовать тяжелый бизнес в стройке, там на Джеброке и так далее. Я не говорю про наших Джеброк, про этих бородотей. Это не бизнес они организовали, они фактически организовали что? Они создавали агентство, набирают рабочих и перездают их австралийским. Перездают. То есть фактически не бизнес один. У них такой вид работы. Посредники. Они посредники. А в России же все посредники. Посредники от нефти, газа или посредники от государства, которые тоже от нефти и газа. То есть все прихлебалы, которые берут деньги в разной степени от кормушки наполненной газом и нефтью. Все. Эти здесь точно так же себя ведут. Но смотри, что нам мешает сейчас пойти вступить в клуб в 70%. Все. На этом твоя лавочка закрылась. Мы государству отдаем автостоянку автобусную, потому что мы не имеем права брать с австралийского государства эти деньги, перепродавая, грубо говоря, нашу территорию. Это территория. Это территория людей, которые помогают своим людям, говорящим по-русски, вне зависимости от их этнической принадлежности. Это могут быть русские, украинцы, белорусы, буряты, казахи, евреи, киргизы, кто угодно. Мы помогаем этим людям, студентам. Мы помогаем тем, кто приезжает. Там невесты, женихи и так далее. Мы помогаем людям. И все. А ваши все делишки ушли в прошлое. Вон отсюда. Мы здесь не место для продажи и перепродажи пирожков, для обмана австралийского государства. Мы здесь для того, чтобы сделать нашу общину одним из основных фундаментальных камней для строительства австралийского государства. Так. Вот ты, Саша, задал вопрос. Что нам мешает это делать? Отвечаю. Пока люди здесь на студенческой визе, у них на это просто-напросто нет времени. А потом? А вот почему у них пропадает желание делать это потом, я пока не знаю. Может быть, когда я получил резиденцию, я узнаю? Потому что от тебя оно пропадет. Да. Ты узнаешь мотивацию. Я слышал. Я слышал. Я слышал как-то о том, что русский человек сплачивается, вот группируются большие группы тогда, когда ему трудно. Перед тем, как его расстреливают, он группирует шеренги. Закручивается сзади за кого-нибудь. Нет. Просто свои, чтобы вот так-так-так. Олег. Проблема в том, что дьявол сидит в каждом из вас. И во мне тоже. Понимаешь? Дьявол во мне сидит. И... Ну, дьявол не христианский. Красивый сидит. Понимаешь? Я очень много в свое время выстрадал. Понимаешь? Когда людям создается комфортная ситуация. Ведь посмотри, вот что происходило, ну, происходило, допустим, с первыми моими студентами на высшее образование. Был небольшой дискомфорт. Я приехал, неизвестно какой. Сикию, кто такой Петров. Ладно, приехал, приехала, приехало, приехали. Получила образование. Сдала АЭЛ, сдал, сдало. И... Получается вид на жительство. Все. Дальше. Мне было сложно? Нет. Понимаешь? С людьми из вот этой вот общины. Так называемой русской. Вот. С ними очень комфортно водку пить. Иди на Гудейру. Собирайся на БСП. Большую сединенскую пьянку. Глуши там будку. Если голова там сильно не будет болеть, то вообще классно. И все. Ты на самом деле... Никакой помощи поддержки на них нет? Поддержки нет. Поддержки нет. Они даже штаны тебе не поддержат. Понимаешь? Вот. И... Проблема в том, что когда это все прошло, когда это все прошло, люди не хотят помогать другим. Они сами не получали помощи. И это вот большая... Это дедовщина. Ты знаешь, как дедовщина действует? Меня нагнули и я нагну у любой нации. Того, кто меня нагнул. Нет. Нагну того, кто идет после меня. То есть тебе плюнули в лицо. Ты развернулся. И вместо того, чтобы дать в нос тому, кто тебе плюнул, ты разворачиваешься и плюешь тому, кто слабее тебя, который идет по твоим следам. Все. Вот эта вот психология, она была и в Советском Союзе. Она сейчас процветает в России. Эта психология есть и у нас у всех. Нам как бы... Мы ухватили свое место. Да, у нас есть бизнес. У нас есть работа. У нас есть будущее. И мы не помогаем другим. Почему они с нашей точки зрения конкуренты. Ни парень из Хорватии. Ни девочка из Непала. Нашим конкурентом является свой русскоязычный человек. И все. Понимаешь? И мы не хотим его видеть. И начинается как, знаешь, на форумах разных типа Гудейру. Австралия не резиновая. А кто мне помог? Ну, в принципе, в этом да, согласен. Но в годы прожившие в России, я не думаю, что я кому-то из своих же знакомых создавал большую конкуренцию. Но как-то плевки ощущались и пинки с их стороны. Может, просто это психология такая этого человека. Причем ни одного человека, а у группы лиц. Может, тогда уже стоит говорить о том, что о психологии этих людей. В принципе, послушать подслушанный разговор в автобусе в России. Две бабушки начинают говорить о том, что как же все-таки в России жить. Вот мы друг друга пинаем, клюем. Как так можно? Завершение этого разговора было. Ну, что поделать, жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая. Правильно. А вот тебе, Олег, вопрос ребром. Я хорошее дело делаю, в принципе. Ты почему-то повернулся. Я хорошее дело делаю. Честно, по сравнению с другими, по крайней мере. В принципе, да. Да, в принципе, да. Скажи, вот ты, Паша, еще могу найти человек десять. И сотен людей, которые хоть чем-то меня поддерживают. Хоть как-то. Человек десять. Те, которые не приехали, те да. Казалось бы, им нужна моя помощь, им как-то они пытаются получить. Пока нужен. Да, пока нужен. Да и сейчас уже нужен. Но понимают, что я никуда не денусь и буду в любом случае людям помогать, студентам. Вот я сейчас, допустим, ради кого я воюю с Росперсоналом? Да что мне Росперсонал сделал-то такого? Я ведь ради них воюю. Ведь мне Росперсонал как воздух нужен. По сравнению с ними я ангел. И вообще до того на меня молиться можно. Фотографии ставь, иконы, свечи и все. А зачем тебе Бог? Я есть, да? Но бери Росперсонал. Бери Росперсонал. Останется вполне приличный Students International. Они берут чуть-чуть, ну 500 тысяч долларов сверху. Не так много. Ability College максимум 200 долларов. У меня сейчас 150. Ну 2,5. Ну в сумме ты 3-3,5 тысячи долларов потеряешь, обратившись в Students International. В принципе это уже очень маленькая разница, да? И я уже не становлюсь таким уж... Да, я людям помогаю что-то. Люди организовал так, что люди друг другу помогают. Это просто твой стиль жизни? Может быть это да. Ты живешь просто этим, это твоя жизнь. Да, да. Но. Но. Мне нужен Росперсонал. А много ли мне людей помогают? Мне даже из тех, кого Росперсонал кинул, единицы помогают. Единицы. Ну может быть кроме Есмиры, собственно говоря, почти никто. Да? Потому что она человек неравнодушный. Кстати, по крови совершенно нерусский человек. Да? Она помогает, она борется, она понимает, что такое несправедливость. А где остальные? Кто мне помог? Кто вообще поставил на вид этих образовательных, так сказать, или миграционных, я уже не знаю каких агентов? Никто. Кто мне помог в этом? Хорошо. Вот сейчас сидит Паша и делают уже четвертое видео. Извините, дорогие зрители. Вам мой провокатор отходил. Да. У меня разные свестия. Какое? Ну потом. Понятно. Не до всех. Медвежата? Да. Молодец. Поздравляю. Так вот. Хорошие ребята наши студенты. Мы создали отличный проект. Это как звучит красиво. Но. Если я тебе скажу, если я тебе скажу один за одним людей, которые мне реально в чем-то помогают, чтобы этот проект шел вверх. Я тебе оставлю старую гвардию. Я тебе оставлю людей, которые совершенно не имеют отношения к моим студентам. Это мои друзья. Тоже студенты бывшие, но мои друзья. Это считанное количество, не более, может быть, десяти человек, которые… Да, Леш. Привет. Мы тут видео снимаем. Ну, можешь посидеть. Понимаешь, не более десяти человек, которые хоть как-то активно мне помогают этим делать. Вы такие хорошие. А чем вы отличаетесь? В России распал тренер от Василия. Ты… Ну, а Василий кто? Я был твердо уверен, что он прилетает вечером. Я вообще Василия не знаю. Тут это… Наш форумчанин. Да, но он не мой студент. Он со мной списался на форуме, попросил его встретить. Я спрашиваю, во сколько? Говорю, в 5 часов вечера. Но я-то знаю, что по ночам Синейский аэропорт самолеты не принимает. В 5 вечера принимает до 9. Нет. В 5 вечера, да. Я знаю, что по ночам он не принимает. По ночам нет. Я был твердо уверен, что в 5 – это значит в 5 вечера нормальное время. Ну, в 5 утра приехал. А он прилетел в 5 утра. Потому что в России все еще 5 – это 17. Да. Но это была ошибка. Спасибо тебе. Ты встретил человека, который вообще, кстати, ко мне отношения не имеет. Ну, мне хорошо мне 20 минут ехать до аэропорта. Да. А он тебе что-то привез еще кому-то, да? Давай я посылку. Вот как это работает. Ну, извини меня. А сколько людей мне сейчас помогают? Кто мне сейчас помогает что-либо делать? Никто. Хочешь я тебе скажу, почему они не помогают? Очень многие. Ты думаешь, потому что им даже лень? Нет. Потому что, прежде всего, каждый приехавший сюда новый иммигрант мечтает, чтобы двери иммиграции захопались прямо за ним. Да. Чтобы ему было хорошо. Они мне, они мне завидуют многие, Паша. Они не завидуют то, что они мне по ночам там звонили, они не завидуют, что их там надо было встречать, их надо было там все их дерьмо разгребать. Они не завидуют. Они хотят иметь вот эти комиссионы, они не хотят много чего делать. Они сейчас, Паша. Понимаешь, с их точки зрения ты ничего не делаешь, посидишь и получаешь комиссию. Они завидуют. Если бы я ничего не делал. Ну, я говорю с их точки зрения. Им это завидно. Да. Вот в своем ограниченном мышлении они считают, что ты ничего не делаешь, а посидишь и получаешь комиссию. Им завидно. Вот. И понимаешь, Паша, так думать в той или иной степени 90 процентов, если не 100. Понимаешь? Ты хочешь, чтобы они друг другу помогали, они мне не будут помогать. Понимаешь? Друг другу единицы. Я работал с многими твоими бывшими студентами. Единицы из них не говорят про тебя плохого. Я знаю. Я знаю. Я знаю. То есть, буквально каждый бывший студент с кем я работал. Да. Он такой нехороший. Он такой нехороший. Да? Он такой нехороший. Да, абсолютно нехороший. А что же ты делаешь, дорогой? Как же ты приехал сюда? А как? Но Петров нехороший. Конечно. И работу нашли тоже практически. Никто же практически не открыл новых работ, Паш. Практически. Все используют, все жалуются на то, что вот такие плохие русские в кавычках. Но кто открыл новую работу? Кто? Где? Ну, чтобы были. Ты работаешь сейчас у австралов, да? Да, я работаю у австралов. А ты знаешь, что 80% кто сейчас работает, работают. Куда ты пошел? Где еще выходные пакетики у нас? Не ходи, пожалуйста. Набери себе чай и все. Понимаешь, я знаю об этом. И Костя мне об этом говорил, и Володя об этом говорил. Оба Володи. И Олег об этом прекрасно знает, тактично помалкивает, да? Вот, Леша, это же правда, да? За моей спиной говорят, что я плохой. Ну, ты же слышал. Я не говорю фамилии, но есть же такое. То не сделал, все не сделал. Правильно? Ну, есть такое. Есть такое. Есть это постоянное. Ты думаешь, Паша, они будут друг другу помогать? Нет, просто ты понимаешь, как бы человеку проще, когда у него что-то не получается, какие-то неудачи. Козел от ушей. Да. Ну, речь идет о том, кто собирается. Я бегал, собирал эту комьюнити. Мои же даже друзья звонили. Один сказал, знаешь что, Саша, ты мне не звони. Звони, вот когда я работаю. Вот звони, когда мне... А то, что я дома с семьей там это... Знаешь, я был в шоке. Слушай, да ты мне вообще нафиг не нужен, родной мой. Звони тебе еще. Тебе звонить, твоя жена. Что тебе? Мне уже так говорят. Понимаешь? Да, и тебе говорят. Мне так говорят. Не звони мне в нерабочее время. Да, звони в работу. А нерабочий какой-то мне друг. Вообще. Что такое дружба? Вот это и серберная правда. Я не хочу сказать, что это вот так вот в Австралии. Среди русских. Среди русских это везде. И в первую очередь в России. То же самое. Мои студенты, которые получили вид на жительство, здесь. Вместо того, чтобы когда их спрашивают. Узнают ребята из регионов. Спрашивают. Слушай, а как ты? Ой, да если бы я знал. Бедная несчастная овечка. Ну так езжай обратно. В свой мухозрам. Если бы у бабушки была борода, это был бы дедушка. Ты понимаешь? Они других людей отговаривают. Они говорят, здесь так сложно. А что сложного? Что сложного? Отучился. Отработал. Получил вид на жительство. А что в России легко? А что в России легко? Я не знаю. Тогда мне было нелегко. Я работал много. Я бизнесом занимался. Меня и кидали. И приходилось людей наказывать, которые кидают. И подставляться. И с рэкетом разговаривать. И с милицией разговаривать. И с властью, с городской администрацией разговаривать. Вертелся как... И клиенты, как говорится, были не очень хорошие. И поставщики были хреновые. И научно-исследовательское учреждение просто... Извини меня. Кто спит с начальником. Кто ты босс. Я имею в виду женщина. А ты никто. Ты можешь иметь степень. Ты можешь быть кем угодно. Ты можешь вообще всю работу вести сам. Но она спит с начальником. И поэтому она крутая. Понимаешь? И все. А в командировке. Новые все рецептуры. Это я, да? А она вот классная. Понимаешь? Вот и вся Россия. И такие же люди. Вы... Ты... Олег. Что ты там посмотришь? Да ничего. Вы что думаете? Вы другие? Вы такие же. Больше или меньше степени. Вы должны давить из себя, как говорил Чехов. Раба по капле. И я. И тоже. И во мне тоже иногда бродит. Мне тоже хочется иногда человека. Вот как приехал человек, да. Она говорит, я хочу на пакет. Порядочный человек. Как сделать? Потому что видно, что ей пакет не нужно. Я и Бетти, менеджер, которая имеет комиссионные со всего пакета. Мы вместе ее отговорили от того, чтобы она шла на пакет. Потому что ей нужен только английский. А пакет не нужен. Мы фактически отказались от дополнительных комиссионных ради того... Вот это нормальный подход. Ты что думаешь? Вот эти ребята, которые сейчас мне завидуют, а которые спят и видят оказаться на моем месте. Ну так, чтобы это сразу так было. Понимаешь? Не надо. Они что, отказались бы от этих комиссионных? Сколько мне раз уже люди писали, что давай я буду твоим субагентом. Я говорю, вот такая ситуация. Ты откажешься? Нет. Понимаешь? Нет. Все? Вопрос исчерпан. Эти люди будут рвать друг друга. Это мы с тобой уже обговаривали. Да. Будут рвать друг друга. Они будут рвать друг друга и на любом другом поле. Вот вся правда о русской общине. И о тех, кто приехали. Харбинская эмиграция. Все эти бурады, старообрядцы, не старообрядцы и так далее. Вот тебе весь этот бандай. Скопцов надо было завозить. Массово. Их скопить надо здесь было. Вот. И все, которые сейчас приезжают, большинство. Меняется к лучшему? Я считаю, что меняется. Я считаю, что меняется. Но очень медленно, очень тяжело. И жаль, что в эту пору чудесную жить не придется ни мне, ни тебе. Когда эта психология поменяется. Понимаешь? Вот такая вот проблема. Поэтому, Паша, ты понимаешь, в этом, ну, не называть конфликте, я тебя полностью поддерживаю. Ну, почти полностью. Но, да, который на форуме. Но понимаешь, тот скот, против которого твой гнев был направлен, он даже не читает форум. Он даже там не присутствует. А скопить это... На самом деле, я просто предупредил человека, что здесь его обманут точно так же, как и в России. Наверное, это лучше бы было. Если он будет покупать бизнес русскоязычный. Ну, одна из групп ВКонтакте, самая популярная была продана. В этой группе у меня были отличные отношения с руководителем, бывшим хозяином или руководителем этой группы. Ты знаешь, что первое новое руководство сделало? Тебя удадило. Меня забанило. Да. Все. Почему? Мешают делать деньги. Видимо, есть желание миграционным агентом стать и так далее. Обратовательным. Но только такими, как был ее бывший владелец или организатор, администратор этой группы. Этим людям не стать. Просто. У них нет ни таланта, ни желания. У них нету пассионарности. У них нет ни сердца, ни ума. И это все упадет и будет опять тем же самым, даже не навозом. Навоз благодатен, он такой плодородный. А из этого ничего не вырастет. Понимаешь? Поэтому мы создаем общину не потому, что эта община будет твердая и так далее. Это уже придется, наверное, похерить или, по крайней мере, на далекое будущее отложить. Но, по крайней мере, вы все на данном этапе, и те, которые едут, и те, которые здесь только что появились, вы в друг друге нуждаетесь. Простейший пример. Ему надо было тебя, чтобы ты его встретил, Василия, а Василий что-то привез. И еще, он кому-то еще что-то привез, а кто-то кого-то хочет расселить, взаимовыгодно. Документы привезти еще. Это хотя бы на ты мне, я тебе, чтобы строилось. Потому что с предыдущими харбинцами и бандайцами даже это невозможно сделать. Понимаешь? Нет, с ними это не работает. Я уже не говорю о том, что среди этих людей достаточно много людей, которые, по крайней мере, влияние агенты России или ФСБ, если хочешь. Это люди, которые не просто потенциально опасны, это которые просто опасны. Понимаешь? Вот, поэтому, вот как-то так. Нормальный разговор получился сегодня? Да, достаточно интересен. Паша. Пёс, спасибо за внимание. Так что я простил. Папож bé. Иду. Спасибо за внимание за внимание.